Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся с официальным визитом в Таджикистане, в очередной раз сделал популистское заявление, пообещав добиться принятия закона об особом статусе граждан Таджикистана на момент временного пребывания в России. Мы бы хотели, чтобы расширялись связи между Россией и Таджикистаном. Председатель ЛДПР добавил, что по возвращению в Москву фракция ЛДПР будет заниматься этим. Может быть, мы добьемся принятия закона об особом статусе жителей Таджикистана во время пребывания в России, чтобы они не чувствовали себя мигрантами и понимали, что Россия – их вторая родина, как это было в СССР. А родина-мать любит всех своих детей, и нет никакой разницы, где они работают – на алюминиевом заводе в Сибири или в Турсун-Заде, заявил Жириновский. Проблем нам, бывшие Советские Республики, создают больше, чем какие-то привилегии, которые можно получить. Напомним, что Жириновский известен многими громкими негативными заявлениями в адрес таджиков, жителей всей Центральной Азии и всех мусульман в общем. Приведем некоторые из них. Таджикистан и Киргизия, у них нет будущего, как у государств. Давайте создадим там 9-й федеральный округ. В Бишкек сажаем Рушайла, полпредом, и это становится новым среднеазиатским федеральным округом Российской Федерации. И мигрант будет получать 50 тысяч, и русский рабочий 50, нам не выгоден он мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. И сегодня мы все... Сейчас Таджикистан это иностранное государство, и мы не можем туда вмешиваться. У нас только беда от них, наркотики, лишние мигранты, больные, контрабанда. Нам зачем это нужно? Давайте или в наш состав, или закрываем границу. Давайте остановим поезд Душенбе-Москва. Прекратим воздушное сообщение. Прекратим все поставки продовольствия из Таджикистана. Все контакты заморозим на 1-2 месяца. Резюмировал Жириновский и на СМИ от 24.05.2010. Как только мы ведем визы, все побегут в Московский Кремль проситься в состав Российской Федерации. Еще именно Жириновский и его фракция неоднократно заявляли о введении визового режима со странами Центральной Азии. «Мы требуем ввести визовый режим со всеми странами Средней Азии и Закавказья. Это наше программное требование», – сказал Жириновский в РИА Новости от 13.09.2011. Правозащитник и специалист по проблемам трудовых мигрантов во России из ЗАД ОМОН в интервью с корреспондентом Хабархо прокомментировал поступившую информацию следующим образом. «Всегда заявлял о введении визового режима в Центральной Азии. Но, понимаете, таково свойство политика. Политик быстро меняется, исходя из той ситуации, где он находится, с кем он находится. Так и в визите Жириновского в Таджикистан, в Узбекистан. Я заявлением этим политикам, как Жириновский, никогда не верил, и не буду верить, потому что он всего лишь лидер партии. Он не полномочен реализовать миграционную политику в России. На самом деле миграцией в России занимаются другие люди. И, как мы знаем, вот эти заявления, не обязывающие ничему таких политиков, как Жириновский, надеяться на улучшение положения иммигрантов в России, я думаю, было бы, конечно, ошибочно». У кого день рождения был? КОНЕЦ